Добрый день! Меня зовут Валентин Хохлов, и это цикл передачи об истории средних веков, в котором мы сейчас находимся на середине крестовых походов. В прошлый раз мы закончили на третьем крестовом походе, это конец XII века. Давайте продолжим с этого момента. Напоминаю, что источником информации об этих вещах для меня есть книга Уэйна Бартлета «The Crusades». И, собственно, в основном по этой книге я весь материал и собирал. Итак, когда стало известно, что Ричард «Львиное сердце» возвращается в Англию, то бароны Иерусалимского королевства попросили его прекратить поддержку гид Люзиньяна, который, в общем-то, был союзником Ричарда, но которого они более не хотели видеть на престоле Иерусалимского королевства. А они предпочитали Конрада Монферратского. До Юра королевой была Изабелла. Это младшая сестра Балдуина IV и Сибиллы. Сибилла к тому времени умерла. Это было в 1190 году. Значит, Изабелла в итоге сочеталась браком с Конрадом Монферратским, однако занять престол он так и не успел, потому что 28 апреля 1192 года он был убит ассасинами в тире. Это, кстати говоря, произошло еще в то время, когда Ричард Львиное Сердце не покинул пределы Святой Земли. И некоторые подозревали, что он приложил руку к убийству Конрада, который был, в общем-то, из лагеря его противников. Значит, Изабелла спешно была выдана замуж за Генриха Шампанского. Хотя в ту пору она была беременна, у нее был уже ребенок как раз вот от Конрада Монферратского. Но, тем не менее, политическим соображением очень быстро был организован этот брак. Генрих Шампанский оказался весьма достойным правителем. Он замирился с ассасинами и начал распутывать сложный клубок ближневосточных проблем. Но, как это часто бывает, новые проблемы приносили в Святую Землю рыцари, прибывающие из Европы. И вот в 1197 году прибыла группа рыцарей из Германии. В принципе, они сыграли и позитивную роль, но и довольно много негатива было от них. Когда они прибыли в Святую Землю, они стали бездумно и отчаянно рваться в бой. И искали с кем бы подраться, с каким-то мусульманским войском. Они отправились в Галилею, и там их разгромил Аль-Адиль, брат Саладина, который, развивая успех, стал угрожать Яффе. Но дело в том, что Генрих Шампанский поддерживал с Аль-Адилем неплохие отношения. И сам Аль-Адиль не хотел воевать с Генрихом, но собрав войско против вот этих немецких рыцарей, он не мог его распустить, и войску нужна была какая-то добыча. И вот, соответственно, он пошел на Яффу. Генрих собирался, естественно, возглавить оборону города, но 10 сентября того же 1197 года вследствие несчастного случая он погиб. Причем очень глупо, там есть разные версии, как это произошло. Он выпал из окна и разбился насмерть. То ли случайно он вышел в окно, а не в дверь, то ли его толкнули нечаянно. Но, в общем, получилось так, как получилось. Значит, теперь, что касается Гидио-Люзиньяна, который с 1192 года окончательно уже потерял корону Иерусалимского королевства, когда барона отказали ему в поддержке, но он приобрел корону Кипра, которую ему дал Ричард Львиное Сердце, как вот такой утешительный приз. И вот Гиди правил на Кипре. К 1198 году он уже умер, там было у него еще несколько младших братьев, и вот к тому году на Кипре правил Эмери, или же по латыни, если то Аймерикус. Вот его у нас ошибочно называют Амори, или Амальриком II, но это разные имена на самом деле. Так вот, этот Аймерик, он был выдан за королеву Изабеллу и стал новым королем Иерусалима. И правил до 1205 года, в принципе, продолжал политику Генриха Шампанского, поддерживал мирные отношения с Алядилем. Что касается Европы, то в 1199 году граф Шампани Тепо, брат того самого Генриха, решил инициировать новый крестовый поход. И в этом его охотно поддержал папа Иннокентий III. Хотя короли Англии и Франции тогда воевали друг с другом, я напомню, что это как раз год гибели Ричарда Львиное Сердце, а потом была долгая борьба Иоанна Беземельного с Филиппом Августом. И они не заинтересовались участием в новом крестовом походе. А к Тепо присоединились граф Ландрия Полдуин, граф Блуа Людомик и Симон де Монфор. Вот тот самый Симон де Монфор, который в будущем проявит себя в Альбекойских войнах. Ну, мы об этом уже говорили. Значит, крестоноццы решили плыть морем, они наняли Венецианский флот. И вот с этого начался четвертый крестовый поход. У нас этот крестовый поход подают крайне превратно. Поэтому я хотел бы более подробно остановиться на том, почему произошло то, что произошло, какие были причины, какие были побудительные факторы. И важно знать всю цепочку событий. Значит, в Ризантийской империи в 1195 году был свергнут и ослеплен император Исаак II Ангел. А его сын Алексей уцелел, но бежал. Значит, а Исаака свергнул его старший брат. Значит, у крестоноццев их было меньше, чем изначально планировали организаторы похода. Поэтому, а каждый там, в общем-то, скидывался деньгами на то, чтобы заплатить венецианцам. В итоге была собрана сумма меньше, чем запрашивали венецианцы. Причем существенно меньше. И чтобы как-то расплатиться с венецианцами, ну, предложили расплатиться услугами. Венецианцы сказали, вот у нас венгры захватили недавно город Зара на побережье Адриатического моря. Помогите его отбить. И крестоносцы это сделали. 15 ноября 1202 года они взяли Зару. А в апреле следующего, 1203 года, в Заре появился Алексей Ангел, сын свергнутого императора. И он предложил щедро заплатить крестоносцам, если те помогут ему вернуться на престол в Константинополе. Алексея в этом поддержали и византийцы. Потому что они находились в плохих отношениях с тогдашними константинопольскими властями, которые предпочитали генуэзца. И таким образом, вот, как бы все сошлось в одной точке. Крестоносцам нужны были деньги, чтобы заплатить венецианцам. И Алексей им предлагал щедро оплату. Значит, венецианцы также стремились в Константинополь, чтобы сменить там власть на более лояльную себе. Ну а, соответственно, Алексей, он был законным претендентом. Вот именно вот эти три группы факторов и привели к тому, что в 1203 году из Зары флот с крестоносцами выплыл по направлению к Константинополю. И уже 24 июня того же года появился под стенами Константинополя. 16 июля осада города привела к тому, что правящий там император Алексей Третий бежал. Ослепленного Исаака Второго восстановили на престоле, а соправителем стал его сын под именем Алексей Четвертый. Вот этот Алексей Четвертый, в принципе, хотел честно выполнить свои обязательства перед крестоносцами. И он начал очень быстро опустошать казну. Но денег не хватило. И крестоносцы, соответственно, не уходили, потому что они ждали, когда с ними расплатятся полностью. Жители Константинополя были крайне недовольны крестоносцами. Во-первых, что это за чужие воины стоят в их городе, ведут себя нагло, как хозяева жизни. Плюс у них еще какие-то странные церковные обряды. К тому времени уже 150 лет, как был церковный раскол. И раньше пути западной и восточной церкви начали расходиться. Так что, в общем-то, уже как единоверцев, крестоносцев, жители Константинополя не рассматривали. Поэтому в феврале 1204 года в городе началось восстание. Жители объявили Алексея Четвертого незложенным и передали власть Алексею Пятому в дуке. Новый правитель заточил предшественников Исаака и Алексея в тюрьму. Алексея Четвертого там быстро казнили, а Исаак Второй сгинул без следа, скорее всего, там тоже умер. Значит, в ответ крестоносцы начали штурм Константинополя. Первая попытка была 6 апреля и окончилась неудачно. А второй штурм 12 апреля оказался успешным. И Константинополь пал. Интересная судьба Алексея Пятого, вот этого Алексея дуги, которого объявили жители новым императором. Он бежал, он нашел приют у свергнутого ранее Алексея Третьего. Но через некоторое время этот Алексей Третий Алексея Пятого ослепил. И затем тот попал в плен крестоносцам. Его привезли в Константинополь и судили. За что? За то, что он свергнул законного императора Исаака Второго и его сопровителя Алексея Четвертого. Его обвинили в измене и казнили, сбросив с колонны Феодосия. В общем-то, так, как вы видите, логично и даже вполне юридически обоснованно состоялся Четвертый Крестовый Поход, заключившийся во взятие Константинополя. Тоже христианского города. Лидеры крестоносцев по обычаю тех времен отдали город на разграбление своей армии. И Константинополь, который был самым большим и самым богатым городом христианского мира, был жестоко разорен. Церкви были разграблены, монахи насиловали в монастырях. С дверей собора Святой Софии содрали, украшавших золото и серебро. Разорили могилу императора Сутиниана, пытаясь там найти драгоценные камни, украшавшие его погребальные одежды. И тому подобное бесчинство происходило. Но через три дня порядок был восстановлен. То есть это все было обычае тогдашней войны. Три дня грабили, потом порядок восстановили. И было объявлено о создании Латинской империи в Константинополе в окрове с главом Фландрии Балдуином. Дело в том, что Тибо Шампанский, инициатор 4-го крестового похода, умер еще до его начала. И поэтому Балдуин, как второй человек, стал главой этого государства. История этого образования будет темой отдельного выпуска. Но сразу скажу, что для Святой Земли 4-й крестовый поход не только не принес никакой пользы, но и нанес достаточно большой вред. Дело в том, что государства крестоносцев на Святой Земле очень сильно зависели от притока новых людей из Европы. И в плане развития своего, и в первую очередь в плане обороноспособности. Так вот, те искатели приключений из Западной Европы, которые ранее все ехали в Левант, теперь имели возможность поехать в Святую Землю или поехать в Латинскую империю, которая распространилась на европейскую часть бывшей Византийской империи. То есть это была Греция, Македония, и там образовалось несколько княжеств. Соответственно, туда эти люди тоже могли ехать, это было ближе, чем Святая Земля, это было менее опасно. И таким образом, приток новых сил в государство крестоносцев в Леванте очень сильно ослабел. И это, пожалуй, было наиболее критичная вещь, которая обусловила их дальнейшее падение. Фактически, это был смертный приговор для государства костоносцев в Святой Земле. Значит, давайте посмотрим, что же происходило в этих государствах. В апреле 1205 года в Иерусалиме почти одновременно умерли король Аймерик и королева Изабелла. Престол перешел к дочери Изабеллы от брака с Конрадом Монферратским, Марии, которая в ту пору была 13 лет. И в 1210 году девушку выдали за немолодого тогда уже Иоанна Дюбрия из Шампани. Это был храбрый воин и разумный правитель. Скорее всего, он не такой старый, как его изображают некоторые историки. То есть, некоторые говорят, что ему там чуть ли не 60 лет было, но, скорее всего, ему было там слегка за 40. Но у него был уже большой жизненный опыт и военный опыт. Он умело лавировал в хитросплетениях ближневосточной политики, балансируя между различными силами, то есть рыцарскими орденами, местными баронами, мусульманами. Вот его жена, молодая совсем еще Мария, умерла через два года в 1212 году при родах их дочери Иоланды. Но Иоанн сумел сохранить корону до 1225 года. Хотя, конечно, был на птичьих правах, потому что он был королем лишь по праву своей жены. Ну а потом тоже птичьи права, как вот отец королевы Иоланды. Но когда девушка в 1225 году была выдана замуж за императора Фридриха II, о чем мы уже говорили, то всяческие права у Иоанна Дубриена на корону как бы исчезли. Значит, самым значимым событием в его правлении был Пятый крестовый поход, объявленный Папой Иннокентием в 1213 году. Но поскольку на юге Франции в ту пору уже начались Альбегойские войны, на севере король Филипп Август в очередной раз вел активную борьбу с королем Англии Иоанном Беземельным и императором Атоном IV, это битва при Бувине, как раз через год там произошла. Соответственно, армия этого Пятого крестового похода была крайне необычной по своему составу. Войско вел король Венгрии Андрей и герцог Австрии Леопольд. Король Андрей воевал в Палестине, он даже разбил Аль-Адиля на реке Иордан в ноябре 1217 года. Иерусалим готовился к сдаче. Но в начале следующего, 1218 года, венгерский король серьезно заболел и решил отправиться домой, не рисковать. Он набрался разных реликвий. Тогда лидеры крестоносцев вошли в союз с турками Малой Азии, которые враждовали с мусульманами Сирии. И вот эти турки отвлекли Аль-Адиля в Сирии, а крестоносцы совершили нападение на Египет. Их флот неожиданно появился под Дамьеттой летом 1218 года. Но несмотря на некоторые успехи, там город так и не был взят до ноября. То есть достаточно долго шла эта осада, хотя у защитников не было ни сил, ни особо продовольствия. И взяли их в буквальном смысле измором. К тому же Аль-Адиль, который собирался из Сирии пойти на помощь осажденным, умер. В Египте стал править его сын Аль-Камиль. И он предложил крестоносцам обменять Дамьетту на Иерусалим, Вифлеем и Назарет. То есть крайне заманчивое предложение, да, вот эти три святых таких места, гораздо более значимых, чем Дамьетта. Но войска крестоносцев возвел, вот как его духовным лидером был, папский легат, кардинал Пелагий, испанец. И он отказался. Конечно, часть крестоносцев крайне возмутилась, потому что им предлагали выгодную сделку. Но Пелагий, он был таким упертым человеком, он считал, что переговоры с неверными вести нельзя. Значит, ну, к примеру, с ним не согласился граф Голландии Гельм, который был тоже одним из лидеров этого похода. Граф Голландии в итоге забрал свой флот, который составлял основу флота крестоносцев, и уплыл обратно в Европу. А Пелагий в своей такой твердокаменной уверенности в силе христианского войска настоял на походе вглубь Египта на его столицу Каир. Король Иоанн Дубриен говорил, что это безумие, что нужно тщательно выбрать время похода, чтобы не попасть на разлив Нила. Но его не послушали. И в итоге армия крестоносцев как раз полностью попала на разлив Нила, оказалась зажатой между руслом реки и каналом, который был сухим, когда его переходили. Но вскоре после этого наполнился водой. И армия в итоге пришлось отступить. При этом Аль-Камиль ее серьезно потрепал. И далее он вынудил крестоносцев сдать Домьетту в обмен на восьмилетнее перемирие и некоторые фрагменты креста Господня. Самое смешное, что эти фрагменты так и не были найдены, потому что мусульмане не ценили христианские реликвии. Когда они захватили Иерусалим, они куда-то эти фрагменты креста Господня засунули и так их и не нашли. В общем, так бы славно завершился пятый крестовый поход. Следующим важным событием в жизни Иерусалимского королевства стало замужество дочери Иоанны и Марии. 13-летний на тот момент Иоланды за ее выход замуж за императора Священной Римской империи Фридриха II, который одновременно был в Сицилии. Это произошло в 1225 году. Мы уже говорили об этом в истории Священной Римской империи. Иоланда была в своем праве королевой Иерусалима. И вот после бракосочетания по праву своей жены королем стал Фридрих II. Ну, в Иерусалиме, соответственно, Фридрих I. А Иоанн Дюбриен, утратив всяческие права на этот престол, ну, как бы он остался ни с чем. Впрочем, вскоре ему предложили корону Латинской империи в Константинополе. Значит, что касается Фридриха II, я напомню, что мы о нем подробно говорили в выпуске 23, то он должен был отправиться в объявленный Папой Шестой Христовой поход. Там это отплытие несколько раз откладывалось. Он выплыл из Бриндизи только в июне 1228 года. Но его действия были достаточно эффективны по сравнению с другими крестовыми походами того века. Значит, во-первых, он подчинил себе Кипру. Во-вторых, он вступил в переговоры с Аль-Камилем, которому тогда нужна была поддержка в борьбе своего брата Аль-Муазама. Правившего в Дамаске. То есть, вот сыновья Аль-Адиля, они перессорились, и Фридрих умело воспользовался этими противоречиями. Еще был третий брат Аль-Ашраф, который правил в Месопотамии. И они вот все трое друг с другом враждовали. Значит, дипломатическим путем Фридрих добился Аль-Камиля, который правил в Египте, но на то время он контролировал Палестину. Уступок. Ему был уступлен сам город Иерусалим, и в храме гроба Господня Фридрих короновался королем Иерусалима 18 марта 1229 года. Однако, эти действия Фридриха были весьма сомнительны с юридической точки зрения. Во-первых, по пути в Святую Землю он захватил Кипр и изгнал правящего там Иоанна из Ибелина, сына знаменитого Балиана, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Иоанн, как и его отец, был правителем Бейрута и одним из первых баронов королевства, некоторое время даже его регентом. И он возмутился самоуправством немецкого и сицилийского короля, обратился в высокий суд в Акре. Но, хотя он особо не добился восстановления своих прав, но местные бароны были к Фридриху уже негативно настроены. А во-вторых, Фридрих был королем Иерусалима, лишь по праву своей жены Иоланды, а она умерла 25 апреля 1228 года при родах их сына Конрада. Таким образом, Фридрих тоже стал королем на птичьих правах. Королем, с юридической точки зрения, был именно Конрад. И коронация Фридриха была незаконной в 1229 году. В итоге, окрасавшись во враждебном окружении в Святой Земле император, не задержался там и отправился обратно в Италию. А с 1231 года в Иерусалимском королевстве и на Кибре шло противостояние между назначенным Фридрихом, маршалом Ричардом Филангери, который контролировал и Иерусалим, и Тир, и Иоанном из Иберина, который удерживал собственное владение, это Бейрут, а также столицу королевства Акру. И лишь смерть Иоанна и отзыв Филангери загасили этот конфликт. В 1239 году новая экспедиция выдвинулась в Святую Землю. Ее вел граф Шампани и король Наварра Тибор. Аль-Камиль к тому времени умер. И Тибор рассчитывал покорить Египет, а затем уже захватить Дамаск. Но его экспедиция в целом провалилась из-за неумения сыграть на противоречиях между мусульманскими правителями Египта и Дамаска. Ну а также достаточно вредной привычке лидеров всяческих мелких отрядов крестоносцев проявлять излишнюю самодеятельность. Тибор удалось захватить город Аскалон, замки Бафор и Сефет. Ну и когда он отбыл во Францию в сентябре 1240 года, лидером крестоносцев стал Ричард Корнольский, младший брат короля Генриха III, своя к императору Фридриха II и, напомню, в будущем один из антикоролей Германии. Но благодаря этому родству Фридрих II назначил Ричарда своим представителем. Тот попытался действительно править разумно, навести порядок в воинстве крестоносцев, помирить тамплиеров и госпитальеров. Эта извечная вражда очень сильно подтачивала государство. Также провел серию успешных переговоров с правителями Египта и Дамаска и добился от них территориальных уступок. И в результате действий Ричарда Корнольского Иерусалимское королевство по размеру стало практически таким же большим, как непосредственно перед самой битвой у врагов Хаттина. То есть, ну, как бы, в зените своей славы. Но Ричард не горел желанием оставаться в Святой Земле и, сделав достаточно многое за короткий срок, где-то 6 месяцев он там активно действовал, отплыл обратно в Европу. В 1244 году на Ближнем Востоке сложилась следующая ситуация. В Египте правил сын Аль-Камаля Ас-Салих Айюб. А в Дамаске его дядя Ас-Салих Исмаю. Именно с последним вошел в союз Тибо. И продолжая эту традицию, крестоносцы в 1244 году были на его стороне в противостоянии с Айюбом. Целью сирийцев и крестоносцев был совместный захват Египта. Айюб, в свою очередь, вошел в союз с остатками армии Хоразмшаха. Дело в том, что еще в 1218-1219 годах государство Хоразмшаха, то есть это нынешний Иран, считайте, пало под ударами Чингисхана. Армия Хоразмийцев была огромной. Там было порядка 500 тысяч человек. Они были разбиты по частям, причем монголы захватили все это государство. А остатки Хоразмийцев разошлись в разные стороны. И вот небольшой отряд по их меркам. Около 10 тысяч человек. Но, как вы понимаете, это огромная армия по меркам Святой Земли, где там у крестоносцев были войска в несколько тысяч человек. Так вот, эти 10 тысяч хорошо обученных воинов, они оказались на Ближнем Востоке. И с ними их нанял, нанял на самом деле Аюб. Значит, вот эти Хоразмийцы прошли, как бы таким огнем, таким огненным валом прокатились по всей Сирии. И не взяли они лишь Дамаск, потому что брать города они особо не умели. Но вот в этой пустыне они были, конечно, очень грозной армией. И затем они отправились в Палестину. К тому времени, хотя стены Иерусалима и были отстроены, но там просто не было достаточного гарнизона, чтобы защищать город. И 23 августа 1244 года Иерусалим пал. Крестоносцы собрали все свои силы. Они объединились с союзными мусульманами Сирии и выдвинулись к Газе. А им навстречу вышло войско, в котором было где-то 5000 египетских мусульман и вот до 10 тысяч хоразмийцев. И вот 17 октября 1244 года состоялась очень важная битва при Форбии, в которой крестоносцы потерпели полное поражение, сопоставимое, но возможно, лишь только с катастрофой у врагов Хаттина. Потери крестоносцев убитыми составляли более 5000 человек, что, конечно, было для них, в принципе, смертельной раной. В 1244 в том же году во Франции тяжело заболел король Людовик IX святой, о котором мы много говорили как раз в истории Франции, но не касались крестовых походов, в которых он участвовал. Так вот, будучи при смерти, он дал обет, что если выздоровеет, то отправится в поход. И король выздоровел, хотя его отговаривали все, в том числе церковные иерархи, которые даже сняли с него этот обет. Но король Людовик IX, как вы помните, был человеком весьма набожным и честным. И он решил выполнить свое обещание, он собрал большое войско и в августе 1248 года отплыл в Святую Землю. Войско было практически полностью французским, потому что император Фридрих II в ту пору был занят борьбой с папой. Английский король Генрих III к походу не присоединился, хотя небольшие отряды рыцарей из Англии были все же в составе войск Людовика Святого. Когда Людовик сделал промежуточную остановку на Кипре, то было решено, что целью похода станет не Балестина, а Египет. И в мае 1249 года крестоносцы высадились у той же Домьетты, о которой мы уже говорили ранее. Но в отличие от предыдущего крестового похода, вернее от предпредыдущего, от пятого, в этот раз, в этом седьмом крестовом походе Домьетта сдалась практически сразу, хотя город имел достаточный запас и продовольствие, и достаточный гарнизон. А султан Аюб, вот тот самый победитель крестоносцев и сирийцев, он ожидал, что новое войско крестоносцев высадится как раз в Сирии, и поэтому не готовил оборону Египта. Тогда, когда он узнал о падении Домьетты, то Аюб прислал к Людовику послов, которые предложили ему отдать Иерусалиму в обмен на Домьетту, что, в общем-то, было почти тем же, как и в пятом крестовом походе. И далее события развивались практически так же, то есть ошибки крестоносцев ничему не научили. Литовик отказался, как до него кардинал Пелагий, вести переговоры с неверными. Аюб на пути в Египет умер. Его сын Тураншах был в Сирии, и крестоносцы решили, что дорога на Каир для них открыта. После пятого крестового похода на пути из Домьетты, мусульмане построили новую крепость Мансура. То есть мусульмане как раз уроки извлекли. Для крестоносцев это стало полной неожиданностью, то есть они не ожидали встретить какое-то такое серьезное препятствие на пути из Домьетты в Каир. Под Мансурой авангард крестоносцев был уничтожен в феврале 1250 года, но Литовик упрямо решил вести к этой крепости всю основную свою армию. Одержав несколько мелких побед на пути к ней, он все же не смог взять город. В апреле 1250 года ему пришлось свернуть в лагерь и отступать обратно к Домьетте. А египтская армия, основной силой которых были мамлюки на то время, стала его преследовать и разбила. Сам Литовик Святой попал в плен. Франции пришлось заплатить огромный выкуп со своего короля. В мае 1250 года Литовик Святой заключил с мамлюками перемирие. Дело в том, что после убийства Тураншаха мамлюки захватили в Египте всю власть. Домьету пришлось вернуть мусульманам, большая часть уцелевших крестоносцев вернулась в Европу. А Литовик с где-то полутора тысячами воинов еще несколько лет провел в Святой Земле. Он пытался уже действовать дипломатическим путем, играть на противоречиях между мамлюками, которые правили в Египте, и Ан-Насиром из рода Айубидов, который правил в Сирии. И, конечно же, считал, что мамлюки захватили власть незаконно в Египте. И вот, играя на этих противоречиях, Литовик даже сумел добиться обещаний. И от одной стороны, и от другой, что они там вернут Иерусалим и часть бывших земель королевства. Но Литовик Святой заигрался в эти игры, потому что хотел урвать побольше, а мусульман в то время объединил под своей гидой халиф в Багдаде и заставил мамлюков и Ан-Насира помириться. И в итоге Литовик Святой остался ни с чем и никаких земель не получил. В апреле 1254 года он отбыл Францию во Францию, и седьмой крестовый поход также славно завершился, как и пятый. Государства крестоносов получили временную передышку между 1251 и 1267 годами. То есть это более 15 лет сравнительно мирного существования, благодаря тому, что мусульмане сражались с монголами, которых вел Хулагу, брат великого хана Мунке. В 1258 году мусульмане, прошу прощения, монголы взяли Багдад, затем они покорили Сирию, но из-за того, что Мунке в следующем, в 1259 году, умер, то Хулагу был вынужден вернуться на восток. Он оставил вместо себя военачальника Китбугу, но Китбугу разбили в следующем, в 1260 году, мамлюки под предводительством Кутуза. А в войске Китбуги, в монгольском войске, были союзные ему отряды из Грузии и армянского государства в Килики. Ну и крестоносцы также были союзниками монголов в ту пору, потому что у них был общий враг мусульмане, а монголы в то время, в принципе, они даже симпатизировали христианам, потому что среди монголов было некоторое количество нестариан, таких вот разновидностей христиан. Поэтому, в общем-то, это был естественный, так называемый, франко-монгольский союз. Так вот, когда Кутуз разгромил Китбугу, ну, вскоре Кутуза сменил Бейбарс, то вот этот Бейбарс обратил свое внимание как раз на союзников монголов. Он завоевал Киликийскую Армению в 1266 году, а вот уже в следующем, в 1267 году, этот Бейбар начал планомерно захватывать владения крестоносцем. Сначала он взял замок Махфорд, потом 18 мая 1268 года пала Антиохия, и там была устроена грандиозная резня христиан. В качестве последней попытки сохранить присутствие на Святой Земле, еще в 1267 году был объявлен восьмой крестовый поход, и его движущей силой вновь был король Франции Людовик IX святой. Тогда к нему присоединился также король Наварры Тибо II. В море вышел король Арагона Яков I, но из-за плохой погоды, из-за штормов, был вынужден вернуться обратно в Барселону и дальше не принимал участия в походе. А Людовик первоначально, как и в прошлый раз, хотел плыть на Кипр, но почему-то в последний момент передумал и отправился в Тунис. Причины этого решения не вполне понятны. В итоге в июле 1270 года войско крестоносцев высадилось в районе Карфагена, но почти сразу же в лагере разразилась эпидемия дизентерии, от которой 25 августа того года умер сам король Франции. Прибывший в Тунис уже после его смерти младший брат Людовика, Карл Анжуйский, на то время король Сицилии, а также новый король Франции Филипп III и король Наваро Тибо II, которые были в лагере крестоносцев и выжили. Они в октябре 1270 года заключили договор, согласно которому они не только сами отказывались от нападения на Тунис, но также обещали воспрепятствовать нападению на Тунис со стороны английского войска, которое как раз к тому времени шло на подмогу в Восьмому крестовому походу. Но такое миролюбие было вызвано, в принципе, судя по всему, тем, что Карл Анжуйский хотел заключить с бейбарсом союз для того, чтобы сесть на трон императора Латинской империи в Константинополе, который к тому времени был отвоеван византийцами династии палеологов. Вот так, опять же, славно завершился и восьмой крестовый поход. Что касается вот этого английского отряда, который морем шел под предводительством двух сыновей Генри Хрометева, Эдуарда и Эдмунда, то он отправился, ну, нечего ему было делать в Тунисе, и он отправился в Святую Землю. Иногда это называют девятым крестовым походом. Вот в Святой Земле к тому времени бейбарс продолжал захваты, он взял сильный замок Крак-де-Шевалье и осадил Акру, столицу королевства. Прибытие англичан позволило снять эту осаду. Эдуард заключил союз с монголами, то есть продолжил исторический франко-монгольский союз и пытался навести порядок в самом Иерусалимском королевстве, где продолжались вздоры между местными баронами. Вероятно, обеспокоенной его активностью бейбарс подослал к принцу-убийц. Убийца ударил Эдуарда отравленным кинжалом, но искусство врачей помогло все-таки спасти жизнь английского принца. Тем не менее, после этого покушения он там несколько месяцев серьезно болел, потом решил отправиться обратно в Англию и в будущем он станет королем Эдуардом Первым и будет успешно сражаться уже не против мусульман, а против шотландцев. И возьмет, может быть, и не Иерусалим, но покорит Уэльс. А королем Иерусалима номинально до своей казни в 1268 году был юный Канрадин, о котором мы говорили, это последний из династии Гугенштауфанов. После его казни трон перешел к Изабелле, внучке королевы Изабеллы. И по праву жены королем стал Гуго Делузиньян, король Кипра. А соперницей его была другая внучка королевы, той же королевы Изабеллы, Мария Антиохийская, которая на 1277 году продала свои права на престол Карлу Анжуйскому. И Карл решил этим воспользоваться, он послал своего Бали, Роберта из Сан-Северино, для того, чтобы тот изгнал из столицы королевства Акры Балиана из Эбеллина, который был Бали, короля Гуго. После смерти Карла Анжуйского в 1285 году сын Гуго, король Кипра, Генрих II, занял Акру и короновался там королем Иерусалимского королевства. Впрочем, это уже мало на что повлияло, потому что королевство было при смерти, на всех порах уже шло к своему концу. Хотя в 1277 году умер грозный султан Бейбарс, и это несколько ослабило давление на государство хрестоносцев, но уже через два года султаном стал мамлюк Калавун, который в течение двух лет укреплял свою власть, как в Египте, так и в Дамаске, ну и там, закрепившись везде, перешел в наступление на остатки государства хрестоносцев. В 1287 году он захватил Латакию, в 1289-м Триполи, который был ослаблен междуусобной борьбой после смерти графа Баймунда VII, который умер в 1287 году, и там было две враждующих партии, которые боролись между собой за наследство этого Баймунда. Ихи только ослабляли город, эти раздоры, конечно, способствовали падению Триполи. После захвата города, все находившиеся там христиане и мужчины были вырисаны, а женщины и дети проданы в рабство. Вскоре в Акре случилось досадное недоразумение. Из Европы туда прибывали люди, вот там, в частности, прибыли какие-то итальянцы, незнакомые со спецификой Ближнего Востока. Они стали как-то вести себя нагло, оскорблять мусульманских торговцев. Там завязалась какая-то потасовка, драка, и затем последовал погром мусульман. Султан Ковалун воспользовался этим как поводом для вторжения. И в марте 1291 года огромное войско вышло из Дамаска, 5 апреля подошло к Акре и осадило ее. Защитники столицы Иерусалимского королевства держались мужественно, но это был их последний бой, силы были слишком неравны, и 18 мая Акра пала. Так закончилась эпоха крестовых походов. Это было крайне противоречивое время, в котором переплетались героизм и эгоизм, жестокость и мужество, стремление к высоким идеалам и какой-то узколобый взгляд на мир, неумение договариваться, неумение действовать сообща. То есть там всего было с избытком и плохого, и хорошего. Но, пожалуй, единственное, что крестовые походы сыграли в жизни Европы того времени, это канализация агрессивной энергии молодого и динамично развивавшегося средневекового общества вовне. То есть они ослабили вот это напряжение в самой Европе в период расцвета высокого средневековья. То есть это вот 12-й, 13-й век, особенно 12-й век. Это время очень большого подъема. И, возможно, вот эта канализация избыточной агрессивной энергии вовне позволила гораздо успешнее развиваться в самой Европе и достичь тех вершин, которые еще там многие века, потом, ну, до начала нового времени так и не будут достигнуты. В остальном крестовые походы вряд ли сыграли сколь-либо значимую роль в развитии европейской цивилизации. Хотя, конечно, да, какое-то развитие торговых связей, развитие мореплавания на Средиземном море, открытие каких-то вещей из арабской культуры и, в первую очередь, науки. Но это было очень эпизотически, это было бессистемно. А последовавшие затем события и эпидемия чумы, и Столетняя война, и раздробление Священной Римской империи, мне, в общем-то, как-то свели на нет все возможные достижения диалога цивилизации, того слабого, который мог быть достигнут в ходе крестовых походов. Так что я считаю, что их роль в развитии европейской цивилизации оказалась, ну, ничтожной. Но, с другой стороны, это время было весьма романтическое, хотя и кровавое. В целом, конечно, это, на мой взгляд, бесполезное мероприятие. А в следующий раз я предлагаю еще одну вот тему из числа так называемых скрытых жемчужин цикла, то есть практически неизвестных широкой публике вопросов. Это побочный продукт крестовых походов, латинская империя в Константинополе и латинские княжества в Греции. Поэтому оставайтесь на нашем канале. Спасибо вам за внимание. До свидания и до новых встреч.